Ревностная школа 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 И вот уже второй, третий год наша школа занимает, ну, из первых мест по математике. Дети показывают очень хорошее знание. С первого по девятый класс у нас нет процесса углубления. То есть у нас все дети учатся по общеобразовательным программам. Но все равно учителя прикладывают много усилий для того, чтобы даже на уровне общеобразовательной программы дети получили хорошее знание. И вот уже в течение последних пяти лет качество знаний по школе, годовое качество знаний, оно выше городского. Идет работа с одаренными детьми, те, которые имеют больше учебный потенциал. И учителя, отбирая эти детей, с ними индивидуально занимаются. Соответственно, это дает возможность нашим ученикам побеждать на муниципальном этапе, то есть городском этапе Всероссийской Олимпиады. И даже каждый год бывают ученики, которые выходят на областной уровень. Все ученики, которые заканчивают у нас одиннадцатый класс, уже в течение пяти лет сто процентов поступают в высшее учебное заведение. Причем не только города Кирова, но и городов нашей России. То есть у нас есть ученики, которые сейчас учатся в Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде. То есть учатся в престижных вузах. Наши ученики, как правило, они отвечают многим критериям уже современного выпускника нашей российской школы. С первых же дней обучения зерна знаний попадают в благодатную почву начальной школы, где и начинается магический процесс возрастания личности ребенка. Это мое, это моя стихия. Я прямо чувствую, я с детства мечтала быть учителем. Я рада, что моя мечта сбылась. У коллеги мои такие же профессионалы. Я хочу сказать, что с старшими коллегами работать очень легко, потому что всегда придут на помощь, всегда выручат. Если учитель заболеет, можно не волноваться. Заменят, поймут, научат детей. Так что мы не переживаем. Мы очень мирно между собой живем, общаемся, дружим. 57-я школа второй год подряд занимает первое место по результатам ЕГЭ математики в городе среди общеобразовательных школ. И хотелось бы отметить, что в прошлом году мы заняли третье место среди даже лицеев и более школ с углубленным изучением предметов. Поэтому 57-я не грязь лицом. С детьми никогда не стареешь. С детьми всегда нужно и выглядеть хорошо, и знать много, и дальше и дальше самой учиться. Потому что дети могут задать самые-самые различные вопросы. И стыдно будет, если ты не будешь этого знать. Когда дети научатся хорошо говорить, овладевают связанной речью, грамотным письмом, хорошей дикцией, тогда им легче со сверстниками общаться и обучаться в школе и где-то за пределами школы. Я считаю, что физической культурой должен заниматься от мала до велика человек. То есть до старости. Это прежде всего и культура. Не зря у нас физкультура называется урок физической культуры. Здесь мы приобретаем какие-то навыки, мы себя тренируем и просто учимся жить, чтобы быть здоровыми. Школа несет в себе воспитательную функцию. И поэтому в нашей школе, безусловно, уделяется немало внимания и этому аспекту, будем так говорить, системе воспитания. Помимо обучения, в школе есть очень большая работа, которую мы можем условно назвать воспитательной. Почему условно? Потому что это, знаете, это как космос отапливать. Это очень огромная по своему объему работа. Это и организация досуга учеников, потому что у нас в школе очень много кружков, секций каких-то. Это и организация классных, внеклассных общешкольных мероприятий. Если говорить о формировании личности, мировоззрения детей, то с годами видишь, насколько наши дети становятся ответственнее. У нас очень доброжелательные дети, очень хорошие дети. У нас и родители-то у них очень хорошие, отзывчивые. С нашими детьми очень приятно работать. Они очень легко воспринимают то, что ты им предлагаешь. И сами очень инициативные ребята. Школа наша имеет, конечно, очень много традиций. Но прежде всего она богата учителями, которые являются сейчас ветеранами труда педагогического. Она богата замечательными выпускниками, которые славят нашу школу. Она богата и традициями, которые сохранились до сих пор. В каждой школе присутствуют свои действительно традиции, свой какой-то опыт, нажитый уже десятилетиями, можно так сказать. В нашей школе существует не одна традиция, которая переходит уже из поколения в поколение. Она передается от старшего возраста к среднему, к младшему и так далее, и так далее. Ну, например, я могу сказать с гордостью о том, что в нашей школе существует очень хорошая поддержка молодых педагогов. Еще когда я пришел в эту школу в 80-е годы, то существовала так называемая школа молодого учителя, на которой мы проходили, будем так говорить, новый курс обучения, методики преподавания, взаимоотношения с детьми, то, как надо выстраивать вот эту линию учитель-ученик. Конечно, коллектив у нас очень опытный, очень разумный, и за счет этого и получается достойный сплав, скажем так, опыта и, скажем так, набирающей молодости в данном окружении. Я считаю, что можно назвать учителей, которые учили меня уже своими коллегами. Как чувствуют себя молодые педагоги в педагогической среде 57-й школы? Молодые педагоги, думаю, себя чувствуют, на своем примере могу сказать, очень хорошо. В 57-й школе я только первый год еще буквально в данной организации. Но чувствую себя замечательно, мне очень приятно в этом коллективе работать, находиться. У нас руководство отзывчивое, оно помогает нам, поддерживает нас всяческий коллектив, тоже хороший, дружный, то есть сразу приняли, оказали всяческое содействие. Я учитель истории в третьем поколении. У меня дед-историк, отец-историк и я-историк. То есть я из педагогической династии Пономаревых. Мне интересно работать, мне не скучно. Я никогда не знаю, что... Идешь на урок, урок планируешь, но ты никогда не знаешь, пойдет ли он так, как ты его запланировал. Потому что дети — это уникальное существо, они чем-нибудь да удивят. И в свою очередь мне нравится их удивлять, мне нравится повышать свою квалификацию, узнавать что-то новое, чтобы удивить их. У нас это взаимный процесс. У меня потрясающие ученики, я очень ими довольна, я ими горжусь. Это успешнейшие люди как в юном возрасте, так и те, кто постарше. И мы продолжаем общаться даже с теми, кто школу закончил там несколько лет назад. Герой одного из добрых отечественных фильмов сказал шутливо, что молодость — это недостаток, который быстро проходит. И в самом деле не успевают молодые учителя оглянуться, как в кипении школьной жизни входят в уважаемую пору зрелости, а затем и заслуженного ветеранства. 50 лет — время относительно небольшое, но обозримое с точки зрения памяти и протяженности человеческой жизни. Представьте себе, что среди ветеранов школы номер 57 есть не только очевидцы открытия школы-юбиляра, но и активные участники становления и развития с первых дней ее существования. Ну, школа — это очень большой кусок жизни. 30 лет в этой школе я проработала. Здесь прошла и молодость. И вот когда встречаешься сейчас с выпускниками, тоже ребята спрашивают, а сколько вам лет? А я говорю, сегодня стало на 10 лет меньше после нашей встречи. Милая, дорогая школа, даже вот любимая моя школа, огромное ей спасибо, что я чувствовала в ней себя человеком, нужным для школы. Что для меня 57-я школа — это незабываемое событие. Я очень люблю эту школу, потому что ей отдала всю свою молодость, все свои знания и силы. Я, когда уходила из школы, я говорила, дай Бог, чтобы в школе продолжались те традиции, которые были внедрены раньше. Это моя любимая школа, потому что я в этой школе проработала с момента института и закончила здесь же, и здесь же меня вывели на пенсию. Поэтому у меня всегда только прекрасные, радостные ощущения. Мне бы хотелось вспомнить слова песни «Помню всех учителей до одного». Это действительно были замечательные личности, талантливые педагоги, которые в нас вкладывали душу и старались сделать так, чтобы мы в последующей жизни нашли себя. Это действительно были подвижники, это были люди, которые очень честно и правильно делали свое дело. Очень бы хотел, чтобы все наши выпускники почаще приходили в школу. Школа богата традициями, школа их всегда ждет, и было бы очень здорово, если бы вместе собирались все не где-то на стороне, а собирались именно в стенах нашей школы. По своему опыту знаем, что все связанное со школой, первой учительницей, дружбой, одноклассниками, остается вечной зарубкой в памяти, сколько бы ни прошло лет. Сегодняшним ученикам важно, чтобы их понятия о родной школе ненамного расходились с представлениями о благоустроенном, уютном, гостеприимном и безопасном доме, где их уважают, понимают, поддерживают и любят. Познакомившись со школой-любиляром, и вы, дорогие наши зрители, наверняка пришли к заключению, что в Кировской 57-й на этот счет все в порядке. Каждый год в нашу школу приходят десятки и сотни маленьких детей, которые приходят сюда, и их приводят родители за тем, чтобы получить знания, за тем, чтобы получить путевку в жизнь. И каждый год происходят выпуски из школы-57 тех детей уже, которые получили необходимый набор знаний и которые вышли в большую жизнь. Вот этот процесс обучения, воспитания, передачи знаний, это процесс очень длительный, он длится в современной нашей школе 11 лет. И когда маленькое, несмышленое существо приходит в школу, оно выходит уже окрыленным, оно выходит с набором знаний, с тем багажом, который дает наша школа современным детям. И мы очень надеемся на то, что все наши выпускники и все те, кто приходят в нашу школу, они получают полный объем знаний. А учителя, которые преподают эти знания, они вкладывают и душу в маленькие детские сердца. Дорогие выпускники школы номер 57 города Кирова, дорогие педагоги, все те, кто поддерживают учебный процесс, все те, кто сопровождает это нелегкое дело, я от всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой, с 50-летием школы номер 57 города Кирова. Я надеюсь, что мы все будем всегда помнить нашу школу, мы будем участвовать в развитии нашей школы, мы будем поддерживать ее прямо или косвенно, и мы будем всегда знать, что эта школа существует, она будет существовать и будет дарить добро и свет детям. С юбилеем вас, дорогие друзья! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ